МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Лечение по военному. Многопрофильный госпиталь Минобороны России в Абхазии продолжает свою работу. Фирма гарантирует. Социальный пакет COVID-19 предлагает своим сотрудникам компания Амобайл. Шаг к возрождению единства. Новую республиканскую общественную организацию Айтгалара презентовали в Сухове. Начнем с информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Ситуация на 27 октября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 467 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 148 человек. У 118 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек. Состояние здоровья 36 пациентов. В средней степени тяжести выписано 10 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека. В Гудаутский госпиталь было доставлено 9 человек. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар, в Сухуме находятся 54 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 50 пациентов. Средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 4 человека. Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом будут введены в Абхазии по итогам встречи президента Аслана Бжания с медиками-соотечественниками в Москве. Об этом спутник рассказал посол Абхазии в России Игорь Ахба. Эта встреча изначально была организована посольством Абхазии в России, куда мы пригласили наиболее активных медиков-соотечественников, которые сталкивались с пандемией коронавируса, участвовали в лечебном процессе. Президент рассказал об эпидемиологической ситуации в Абхазии, о тех мерах, которые предпринимаются руководством в борьбе с этой заразой. Затем выслушали рекомендации врачей, присутствовавших на этой встрече. Владимир Аргун, Виктория Тарба, Мираба Ардзенба, Астана Мужба и Эдуарда Бутба, сказал Ахба. По его словам, рекомендации касаются лечебного процесса, консультирования пациентов в режиме онлайн. Посол Абхазии в России отметил, что на встрече также обсуждалась возможность прибытия группы медиков из Москвы в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека безвозмездно передала республиканской СЭС тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Это вторая партия гуманитарной помощи, присланная Роспотребнадзором в республику. Ранее по обращению Минздрава Абхазии было получено столько же тестовых систем и реагентов. На данный момент, по словам заведующего лаборатории СЭС Астана Авицба, задержек с получением результатов теста на коронавирус больше нет. Все исследования проводятся день в день. Нам сегодня поступила большая партия тест-системы от производителя «Вектор». Привез это все нам Роспотребнадзор, передал, так скажем. И вот это было необходимо, потому что теперь мы можем понимать и знать, что мы без остановки можем работать и, собственно говоря, делать вовремя все тесты, которые нам привозят. Тысячу тест-систем – это на 10 тысяч исследований. То есть 10 тысяч исследований – это, соответственно, 10 тысяч человек. 10 тысяч человек исследований по нашей ситуации, то, когда мы начали делать по 400 тестов в сутки, то мы можем понимать, что это вот хватит около до 30 дней, ну, 25 где-то так. Вот. Ну, это немало, это существенная помощь, и большое им спасибо за это. Мы можем констатировать, что за последние несколько дней нагрузка на лабораторию уменьшилась. Мы сумели отработать весь накопленный материал, который у нас скопился за эти дни. У нас всем известно, что были, так скажем, задолженности. Мы их все ликвидировали, и сегодня мы практически работаем день в день. То есть нам сегодня то, что материал привозят, мы успеваем его делать на следующий день. Это благодаря тому, что заборы на заборных пунктах уменьшились. Еще, естественно, нам помогает мобильный госпиталь, который взял на себя определенную часть анализов. Ну, и, соответственно, наше население начало активно также сдавать в лабораториях частных. И за счет этого уменьшилась нагрузка, и мы сумели ликвидировать все наши задолженности, которые были. Сегодняшний биоматериал, весь, который пришел, он будет сделан завтра. Все, что придет завтра, мы сделаем послезавтра. То есть у нас не будет больших задолженностей. Во всяком случае, пока нас опять не нагрузят излишним материалом. Лечение по военным. Многопрофильный госпиталь Минобороны России в Абхазии продолжает свою работу. На восьмой день работы в медучреждении находятся 55 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Количество тяжелобольных также увеличивается. О том, как проходит лечение в реанимации и где проживают сами врачи, в репортаже Виолы Барганжи. Это отделение реанимации военного многопрофильного госпиталя Минобороны России в Абхазии. Здесь на сегодняшний день лечение проходят 4 пациента. У всех у них состояние оценивается как тяжелое подключение к искусственной вентиляции легких. Жизненно необходимо. Всего в военном госпитале в наличии 28 аппаратов ИВЛ. Два переносных, остальные стационарные. Что касается кислородных баллонов, то они, как и полагается, расположены не в палатах. Их систематически приводит в отведенное для этого помещения отдельная бригада. А сам процесс подачи кислорода пациентам проходит через специальные трубы. Баллоны работают независимо друг от друга. То есть пока один меняем, второй мы подключаем и подача не прекращается. То есть получается, что обеспечено резервное питание, да? Они друг друга заполняют? Да, потом друг друга заканчивается. Мы один открываем, второй, а по одному меняем их через другую. Подключенных аппаратов ИВЛ здесь на сегодняшний день четыре. У всех остальных заболевших, а это 51 человек. Состояние оценивается как средней степени тяжести. На помощь республику 19 октября прибыло 99 врачей, которые также расположились на территории пансионата Айтар в так называемой чистой зоне. Мы предварительно при выходе с грязной зоны походим в ДДА, душ дезинфекционный армейский. Там проводим полную дезинфекцию, снимаем костюмы, там душ, обрабатываем руки. Оттуда выходим практически чистые. В целом не жалуемся, да. Постельное белье меняется, питание прекрасное. Удобствами проблем нет тоже. Номерация не есть. Тимур Адлиба, директор пансионата, также рассказал о слаженной работе руководства с военным госпиталем, отметив, что все переговоры ведутся напрямую с начальником медучреждения. Все потребности, если какие-то вопросы, мы с ним постоянно на связи. Мы привыкли с отдыхающими работать. Здесь, конечно, своя специфика. Но были первые дни, были немножко шероховатости, сейчас все нормально, все отважено, механизм работает. Они тоже люди военные, дисциплинированные, с ними легко работать. Помимо оказания медицинской помощи, российские медики также проводят ПЦР-тестирование биоматериала из республиканской БАК-лаборатории, что позволяет существенно снизить нагрузку на абхазских врачей. Виола Барганджа, Абазатовая. Фирма гарантирует социальный пакет COVID-19. Предлагает своим сотрудникам компания «Амобайл». Диагностика, анализы, лечение и консультации врача для всех сотрудников, кто борется с коронавирусом за счет компаний. Кроме того, компания оказывает сотрудникам помощь в организации ПЦР-тестирования и компьютерной томографии, предоставляет спецтранспорт с водителем для поездок на процедуры и даже строит стационар для реабилитации переболевших. Подробнее расскажет Надежда Боровикова. Первый раз на карантин сотрудники компании «Амобайл» ушли еще в марте. Пожилых отправили работать из дома, для всех остальных разработали график и маршрутизацию, чтобы минимизировать личные контакты. Работа была налажена настолько, что с приходом второй волны «Амобайл» ушел на карантин еще в начале сентября, не дожидаясь распоряжений правительства. Учитывая рост инфицированных даже в нашей компании, мы приняли решение организовать для наших сотрудников специальный социальный пакет помощи медицинской, который включает в себя проведение диагностики, лечения, реабилитационных мероприятий. Если, к примеру, в нашей компании сейчас будет какой-то зараженный или члены его семьи заразятся коронавирусом, к ним будет представлен отдельно лечащий врач, который дистанционно будет оказывать ему медицинскую консультацию. Если при необходимости проведения каких-то медицинских процедур врач вместе с медсестрой выйдут к пациенту, проведут там необходимые мероприятия, все расходы, связанные с лечением наших сотрудников, мы берем на себя. Из более чем 300 сотрудников в Амобайле, к счастью, болеют всего 10 человек и все в легкой форме. Тем не менее, компания оплачивает лечение, диагностику, консультацию врачей, помогает записаться на ПЦР-тестирование или компьютерную томографию, предоставляет специально выделенную машину с водителем. Сегодня первый день, как старший специалист отдела по связам с общественностью, Астанда Чкадуа после месяца самоизоляции вышла на работу. Я переболела ковидом. Сегодня мой первый день работы. Я была месяц на самоизоляции, на лечении. Но у меня была огромная поддержка от нашей команды и в особенности от нашего учредителя Евгения Акалевича Палант. Он у нас один из первопроходцев, переболел ковидом в марте. У него уже был опыт, и он этим опытом с нами делился. Благодаря ему лично я начала лечиться, не дожидаясь ответа, потому что мы ответы ждали неделю. А в борьбе с ковид каждый день на счету. Считается, что Астанда переболела в легкой форме. Ей не понадобилась госпитализация, хотя вирус затронул легкие. Поддержка болеющих сотрудников была учреждена буквально несколько дней назад. И Астанда на своем опыте понимает, насколько такая помощь необходима. Во-первых, было сложно сдать ПЦР, потому что это надо пойти в одну поликлинику, потом проставить в очереди, но это мы уже все знаем, что это очень сложно. Потом очень было сложно попасть на КТ. Это что-то за гранью, там надо записываться, еще ждать, все такое. Сейчас тем, кто будет болеть, пусть их будет меньше, но это будет намного легче, проще. То есть ты не будешь задумываться о том, что вот я сейчас болею, а через две недели у меня КТ, и это происходит быстрее, легче. Конечно, это большой плюс. Охрана на входе проверяет температуру, повсюду санитайзеры, все сотрудники в масках, но этим уже никого не удивишь. В одном кабинете одновременно работают не больше двух человек, а в столовую разные отделы ходят по расписанию, чтобы не пересекаться. Кроме того, Амобайл не пускает на свою территорию посторонних, регулярно дезинфицирует помещения и даже строит стационар для переболевших сотрудников. Люди, которые переболели, они очень часто испытывают утомленность. Нужно проводить какие-то реабилитационные мероприятия, ставить какие-то там уколы, делать капельницы систематически. Вполне возможно проводить какие-то ингаляции. И для этого всего мы выделили вот этот кабинет. Сейчас здесь практически закончился ремонт. Нами заказано уже оборудование необходимое медицинское. Здесь будут стоять кушетки, специальные кресла. Будет организован рабочий кабинет для врача и медсестры. Под каждую кушетку кресла подведены необходимые электрические оснащения. Вполне возможно здесь будет установлено какое-нибудь там ингаляционное оборудование. Вопрос реабилитации на государственном уровне пока не налажен. Все силы медиков брошены на борьбу с болезнью. Поэтому стационар для переболевших сотрудников – очень важная инициатива компании Амобайл. Будучи одной из первых, кто поддержал движение абхазских предпринимателей «Мы вместе», компания Амобайл продолжает подавать пример сознательного и ответственного отношения к здоровью своих сотрудников. Вакцину «Спутник Ви» направили на переквалификацию в ВОЗ. Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации и переквалификацию вакцины против коронавируса. В условиях пандемии ускоренная регистрация вакцины позволит сделать препарат доступным для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалея. Она получила название «Спутник Ви». Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова, предписала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах. В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, специально отведенная территория за их пределами, место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек. 27 октября – Международный день абхазского языка, который относится к западно-кавказской или абхазо-адыгской языковой группе, кавказской языковой семьи. Решение празднования Дня абхазского языка было принято в 2007 году. В честь Международного дня абхазского языка в программе «Абаза ТВ» смотрите видеоклипы на стихи абхазских поэтов. Ну а Министерство просвещения и языковой политики объявляет конкурс чтецов на абхазском языке, победители которого получат специальные призы от Министерства. Наука и язык. В Центре исследований Большого Кавказа, Института социологии и регионоведения Южного федерального университета состоялся очередной экспертный круглый стол на тему «Кавказское лингвистическое пространство. Проблемы сохранения и развития национальных языков». В работе форума приняли участие более десятка известных ученых Северного Кавказа и Юга России, а также доктор филологических наук, профессор, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба. «Считаем неприемлемым рассматривать вопросы развития абхазского языка без взаимодействия с властями Республики Абхазия. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Абхазии в связи с высказываниями президента Грузии Зурабишвили, где она вновь выступила в роли защитницы абхазского языка, находящегося под угрозой исчезновения». Как отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства страны, президент Грузии, видимо, не задумывается над тем, что сохранение абхазского языка при всех существующих сложностях лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса на протяжении многих лет, подвергавшихся разного рода дискриминации и притеснениям, апогеям, которых стали действия Грузии по осуществлению геноцида абхазского народа в 1992-1993 годах. Кроме того, как отмечается в документе, следует также отметить, что Республика Абхазия не обращалась в ЮНЕСКО с просьбой внести абхазский язык в список исчезающих. Политизация Грузии темы абхазского языка и ее вынесение на международный уровень являются открытым вмешательством во внутренние дела Республики Абхазия. Намерены поставить вопрос о спекуляциях властей Грузии по теме развития абхазского языка в ходе очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Конец цитаты. Шаг к возрождению единства. Новую республиканскую общественную организацию Айтгалара презентовали в Сухуме. Цели Айтгалара – достижение общественного согласия, обеспечение благополучия, консолидация всего населения, всех наций и народностей, представителей различных конфессий для укрепления независимого, социально устойчивого, экономически эффективного государства. Возглавил общественную организацию бывший исполняющий обязанности главы администрации Сухума, экс-депутат парламента Кан Кварчия. Тему продолжит Элеонора Гелаян. Председателем республиканской общественной организации Айтгалара стал Кан Кварчия. Рядом с ним в президиуме экс-заместитель генерального прокурора Эшсоу Какалия. Докладами выступили члены организации, в их числе представленной как сын героя Абхазии Аслан Асланзе. Абхазия Аслан 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 Альбхазии. Доклад представительницы молодежного крыла организации Лалиты Трапш касался социальной политики государства. Из года в год от выборов к выборам с разных трибун нам обещают решить проблемы материальной и жилищной обеспеченности, трудоустройства, медицинской помощи для охраны здоровья матери и ребенка, молодых семей. Но почему-то до сих пор молодые семьи ютятся в съемных квартирах, а дипломированные специалисты вынуждены уезжать за границу в надежде трудоустроиться. А о надлежащем медицинском обеспечении здоровья матери и ребенка остается мечтать. Из года в год мы озвучиваем проблемы демографии, в то время как многим молодым семьям по-прежнему не по карману оплатить услуги акушеров. Хотя нам давно обещали, что роды в наших родильных домах будут бесплатными. Для решения этих и других проблем надо объединить свои усилия, пытаться сообща находить пути выхода из сложных ситуаций. Выступил и сам председатель Аидглера Канкварча. Он в своем докладе напомнил об истории возрожденной организации. Она была создана 13 декабря 1988 года в Сухуме. Тогда состоялся первый учредительный съезд нового демократического общественно-политического движения, которое вошло в историческую летопись как народный форум Абхазии Аидглера. С момента создания движения оно боролось за восстановление национальной государственности, права и интересы абхазского народа. В разные годы в организации состояли известные абхазские ученые, общественные деятели, писатели. Теперь спустя столько лет, по словам Кана Кварча, посоветовавшись со старшими соратниками, было принято решение возобновить работу Аидглера. В своем докладе Канкварча подверг резкой критике работу властей по части борьбы с пандемией. Серьезную озаборенность и тревогу вызывает безответственное отношение к решению данной проблемы со стороны наших властей. Будем честными и признаем это. Это не секрет. Недостаточное внимание к решению возникших вопросов широко обсуждается в обществе. Ярким доказательством того, что предпринимаемые в борьбе с вирусом меры, мягко говоря, недостаточные, является стабильный рост инфицированных по республике. Неуклонно растет и смертность, а власть вводит запреты ограничения как-то неуверенно виновата. И это когда ситуация грозит выйти из-под контроля. Рекомендуем обратиться к опыту вашим предшественникам. Решительные действия исполняющей обязанности президента Республики Абхазия Бгамба Валера Рамшуховича были эффективными. Важно отметить, что из общей картины выпадают инфицированные, обратившиеся за медицинской помощью медучреждения других стран. Объективно говоря, медперсонал страны зачастую оставлен наедине с проблемой. Не могу не отметить, что работа медиков сродни героизму. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за это. Также председатель Айтглера обозначил проблемы, связанные с внешней политикой государства. Он напомнил, что все взаимоотношения с Россией нормированы двусторонними договорами. Любые кулуарные обсуждения, идущие в разрез с духом и содержанием вышеоказанных базовых договоров, неуместны. Подобные действия могут нанести вред нашим союзническим взаимоотношениям. Считал и считаю, что данный договор составляет основу наших взаимоотношений с Российской Федерацией и пересмотру не подлежат. На этом фоне не может не вызвать недоумения, наметившие тенденции заигрывания с главным врагом. Складывается впечатление, что умышленно в сознании общества привносится подмена понятий. Из вуз руководства страны мы слышим безответственные заявления, противоречащие нашим национальным интересам самой идеи абхазской государственности. Венцом подобного рода действий стало тайное посещение нашей страны группы грузинских политиков. А ведь мы так и не получили внятного ответа о целях данного мероприятия. Отдельно Канг Варча затронул и кадровую политику президента Аслана Бжани. Практически во всех государственных структурах наблюдается серьезное увеличение штатной численности сотрудников. И чаще всего среди руководящего состава. Нынешним управленцам почему-то понадобилось беспрецедентное количество заместителей, помощников и советников. Было бы смешно, если бы было так грустно. Не было бы так грустно. И это на фоне задержек с выплатами заработной платы и очевидными проблемами с выплатой пенсии. Необходимость пристроить соратников довела власть до абсурда. Вот здесь очень интересный момент. Так в отдельных министерствах у заместителей почему-то появились заместители. Это вообще нонсенс. Это не шутка. К сожалению, это горькая правда и реальность, организованная человеком, который упорно подтвердил в течение пяти лет о необходимости оптимизации кадров. И теперь понятно, о чем шла речь. Самому главе государства Канкварча тоже посвятил часть своего выступления. В частности, состоянию здоровья Аслана Бжания, а точнее, инцидентом, имевшим место весной 2019 и весной 2020 годов. Общество имеет право знать. И мы требуем четких и внятных ответов. В своем интервью Бжания неоднократно заявлял о своем желании забыть историю так называемого отравления и даже кого-то простил. Кого вы простили, Аслан Георгиевич? А главное, за что? Хотелось бы узнать от вас диагноз и методику вашего лечения в Москве и в Германии. Опровергли ли немецкие врачи выводы своих российских коллег или нет? В связи с этим считаю уместно напомнить о событиях мая 2019 года, когда сторонникам Бжания ситуация в нашей стране была дестабилизирована. Звучали даже требования смещения главы государства. Просто забыть об этих событиях не получится. Тем более, что физическое состояние Бжания весной 2020 года вновь подозрительно резко ухудшилось. Терпеливо ждем ответов. Как вы видели, в стране накопилось большое количество проблем, решение которых требует немедленного реагирования. Со своей стороны, критикуя власть, дабы не походить на критиканов, мы готовы к широкому обсуждению путей выхода из сложившей ситуации. Приветственные адреса в честь презентации организации Айтглера прислали народный писатель Алексей Гогуя, секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба и ветеран национально-освободительного движения Альберт Тополян. Среди гостей презентации были бывшие чиновники, а именно руководители районов, экс-премьер-министр, бывший министр внутренних дел, экс-руководитель администрации президента, бывший руководитель службы госбезопасности и другие. Присутствовали и депутаты парламента нынешнего созыва. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране презентация Айтглера проходила на открытом воздухе с соблюдением всех требований СЭС. Элеонора Гилаян, Раму Камки, Абазатова. Коллектив Института ботаники Академии наук Абхазии, Коммунистической партии Абхазии, Ачемчирское районное отделение Компартии Республики выражают глубокие соболезнования семье и близким по случаю смерти известного государственного и общественного деятеля старейшего коммуниста Пача Харитоновича Барциц. Информация правоохранителей. Адлерский районный суд вынес помощнику президента Абхазии Ахри Авицба штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконное пересечение государственной границы России, сообщил корреспонденту «Спутник» секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. Заседание суда состоялось в понедельник 26 октября. Приговор вступает в силу в течение 10 дней. За это время Ахри Авицба может обжаловать решение суда. Между тем сам Авицба рассказал корреспонденту «Спутник», что не намерен этого делать. 26 октября 2020 года Верховный суд Абхазии под председательством судьи Романа Кварчия вынес обвинительный приговор в отношении Айнара Хварцки. Айнар Хварцки 17 мая 2019 года в городе Сухум из корыстных побуждений с особой жестокостью в целях завладения чужого имущества совершил умышленное убийство Ревази Шамуге и Любови Завьяловой. После чего в целях скрыть совершенные им преступления поджег домовладение, принадлежащее Галине Мартыновой, в котором находились тела убитых, сообщается на сайте Верховного суда. Согласно вводной и резолютивной частей приговора, оглашенного судом, Айнар Хварцки признан виновным по ряду пунктов части 2 статьи 99, а также части 4 статьи 159 и части 2 статьи 164 Уголовного кодекса Республики и по совокупности преступлений назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор Верховного суда может быть обжалован в течение 15 рабочих дней со дня вручения осужденному или получения сторонами полного текста приговора через Верховный суд. Антинаркотический рейд провели на КПП ПСУ. Сотрудники милиции с помощью специально обученных собак проверили наличие запрещенных к ввозу на территорию Абхазии наркотических и психотропных веществ. Слово нашим коллегам из пресс-службы МВД. Кинологи с собаками на Абхазо-российской границе гости частые. Сотрудники милиции с помощью специально обученных собак проверяют наличие запрещенных к ввозу на территорию Абхазии наркотических и психотропных веществ. Основная цель профилактических мероприятий, которые МВД Республики регулярно проводит на КПП ПСУ, выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Силами управления по контролю за оборотом наркотиков и кинологической службой Министерства внутренних дел Республики Абхазия при поддержке пограничного отряда службы государственной безопасности Республики Абхазия на КПП ПСУ проводятся профилактические мероприятия с целью выявления лиц незаконно ввозящих на территорию Республики Абхазия наркотические и психотропные вещества, а также их аналога. Кинологи со служебными собаками ищут в транспорте наркотики и оружие. Четвероногие сотрудники натренированы на распознавание запахов наркотических веществ и безошибочно указывают на тех, кто, несмотря на всю строгость наказания, все еще решается ввести в Республику запрещенные товары. Подобные антинаркотические рейды направлены на решение комплекса задач и как основное усиление мер по борьбе с незаконным ввозом наркотиков на территорию Абхазии. Успешная практика совместных профилактических мероприятий различных служб МВД показывает свою эффективность в выявлении и пресечении преступлений и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Согласно статистическим данным, буквально за два месяца рост выявления преступлений составил 27% со стопроцентной раскрываемостью. Кроме того, в период введения карантинных мер и ограничения пересечения госграницы велась большая работа по борьбе с незаконным культивированием наркосодержащих растений. В запусте сентября текущего года следственными органами МВД уже возбуждено 6 уголовных дел по факту незаконного ввоза в Республику наркотических средств и психотропных веществ, фигуранты которых оперативно установлены и задержаны сотрудниками УКОН. Скончалась посетительница СИЗО МВД. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар назначил служебную проверку СИЗО МВД в связи с обстоятельствами, имевшими место 26 октября текущего года, когда скончалась посетительница одного из содержащихся под стражей подсудимых. По предварительным данным, гражданка Сичинава 2001 года рождения, уроженка Гудаутского района и жительница города Сухум прибыла в СИЗО МВД вечером 25 октября к подсудимым ЗУХБА 1987 года рождения и пребывала с последним в комнате для суточных свиданий. Он же утром 26 октября обнаружил труп женщины, сообщает сайт МВД. По данному факту, прокуратурой Голорыбского района проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 25 октября 2020 сотрудники ГТК Республики на таможенном посту ПСУ произвели досмотр автомобиля, управляемого гражданином Абхазии, и обнаружили в нем 16 единиц оборудования для извлечения криптовалюты. Материалы по данному административному правонарушению переданы под следственностью в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики. Завершены работы по установлению опор, контактных сетей, троллейбусов, дорожных, знаков и нанесению разметок по улице Айтгалара в Сухуме. Начальник департамента по управлению транспортом и организацией движения администрации столицы Тимур Абгадж проинформировал, что далее работы по установлению контактных сетей будет проводить троллейбусное управление. Все работы проводятся в вечернее и ночное время. Чтобы не мешать движению транспорта, пресс-служба администрации столицы напоминает, что в связи с ремонтом коммуникационных сетей по улице Абазинская маршрут троллейбуса в новый район рынок временно будет проходить по улице Айтгалара с выездом на улицу Ардзенба и далее по нынешнему маршруту по улице Абазинской. Распоряжением главы администрации города Сухум с 1 ноября вводится временное одностороннее движение транспортных средств по улице Айтгалара на участке дороги от улицы Лакоба до улицы Ардзенба. Спортивные вести. Гудаутская Рица вышла в финал Кубка Абхазии по футболу, победив со счетом 2-0 в полуфинальном матче Кубка Абхазии команду «Ирцах» из-за Чемчиры. Игра состоялась на столичном стадионе «Динамо» во вторник 27 октября. Второй финалист определится 28 числа в матче между командами «Афон» и «Гагра». Игра состоится также на столичном стадионе «Динамо». Как сообщили в Федерации футбола, финальная игра на Кубок Абхазии пройдет в воскресенье 1 ноября на стадионе «Динамо». Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в среду 28 октября в республике переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью 17, днем до 27 градусов. Температура морской воды до 20 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте абаза.тв. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин